Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я её зачитаю. Это продолжение истории, которая была раньше. Вы очень часто спрашиваете в комментариях. Я вижу под старыми видео, типа, чем закончилась история. Вот одна из таких историй. Прошлое видео называлось «Я обманываю Курда», а сегодня я обманываю Курда второй сезон. Так что у нас продолжение. Запаситесь попкорном. Так, приступаем. Итак, Курд был заблокирован за неприличные попытки. Я была расстроена, но это даже не обсуждалось. Я продолжила свою обычную жизнь. Прошло пару дней, и, естественно, Курд объявился. С какой-то незнакомой мне страницы в Инстаграм писал. Попросил не блокировать и дать высказаться. Мне было так всё равно, у меня было много работы, и я сказала «Окей», и забыла. Вечером открыла переписку, ну и то, что ожидалось. Много извинений, объяснений. У меня не было желания эту тему развивать с ним, разбираться. Я что-то сухо ответила и опять забыла о нём. Он так и был везде заблокирован. Только эта страница. И он там ежедневно мне писал. Как-то я сидела, была тревога, и мы пошли спрятаться в метро. Я села перелистать и почитать в мессенджерах. Наткнулась на смс от Курда, перечитала. Был трогательный в конце, мол, я должен был знать, если я правильно понял посыл, что он хотел проверить, поведу я сьяная виртуальный секс или нет. Я сказала, что ты плохо обо мне думаешь, и не пиши мне, пожалуйста, больше. В общем, долго мы возились с этими переписками, разблокировала, в общем, я его, поверила ему. Поверила ли ему? Нет. Ну, вот так. Но далее ни разу он вёл себя культурно, и так шли месяцы переписок о политике, о жизни, ну и, конечно, о любви, признании. Было много всяких видеозвонков. В один из дней я сильно поскандалила со своим сожителем, решение приняла быстро, сняла квартиру, вещи перевезла тайно, он бы иначе не отпустил. Приготовила прощальный ужин, убралась в квартире, накрыла стол и ушла. Вечером он вернулся с работы в пустую квартиру, и на меня обрушилась сотня смс. Сначала, мол, что случилось, потом несколько дней гневных смс, мол, я спланировала побег, потом недели просьб вернуться, мне было очень тяжело. Но, как я теперь понимаю, женщин, которые уходят в неизвестность, это тяжело и морально, и финансово, и сильный страх. Но, прожив неделю сама, я поняла, как же мне хорошо. Вот уже пять месяцев мы живём отдельно, он пишет каждый день, знаете что, сделал мне предложение о смайлике, которое уже никому и не нужно. Я не думала, что у меня в жизни будет ситуация, когда надо сказать нет. Как же тяжело, смотря в глаза человеку, сказать это. Он понял меня, сказал, что будет всеми силами пытаться вернуть. Я предложила остаться друзьям, друзьями, ведь мои дети и он, хоть они и не родные, как оказалось, любят друг друга, и дети хотят к нему. На том, пока и поставили точку. Ну, а что Курт? Он, как почувствовал, говорил, мол, мы так давно общаемся, давай встретимся. Я не сразу, но согласилась, выбрали Стамбул. И на следующий день я на почте у себя обнаружила билеты. После этого я испугалась ещё больше. Я не думала, что он всерьёз, даже когда фото паспорта просил. Срочно была создана фокус-группа с моими подружками из Стамбула, которые переехали от войны и уже там освоились. Мы создали группу в Телеграме. Та отправила все свои данные, требовала с Курта паспорт, адрес, номер машины, визу. Всё он молча выслал, всё отправил в группу. Там же все номера посольства, много всяких служб. В общем, готовилась я основательно. Роуминг даже подключила. Я решила к этому отнестись как к отпуску и быть готовой. Что мы можем друг другу не понравиться, или что после встречи он может пропасть. Я ехала на три дня отдохнуть от войны, посмотреть прекрасный город. И в случае чего у меня было где остановиться, кому позвонить, если бы были с собой деньги. Но теперь ещё об одном интересном случае. Никогда не знаешь, что с тобой будет завтра. Дорога в Стамбул и Киево сейчас или через Кишинёв, или Польшу. Я выбрала через Кишинёв. Села в автобус Киев-Кишинёв. Там было много иностранцев. За мной сидел мужчина. И всю дорогу говорил по телефону. Как я поняла, на арабском языке. Но я не придала этому значению. Практически все пассажиры ехали в аэропорт Кишинёва. В аэропорту, а там он маленький, все сидели, ждали регистрации. Или рейсы были рядом. Этот мужчина тоже, в общем, был рядом с нами. Рейс у нас был тот же один, уже в аэропорту Стамбула. А он просто вау, какой огромный. Я растерялась. Я не понимала, где мне забрать свой багаж. Этот попутчик мне помог. Мы смогли на английском объясниться. Я была очень благодарна. Мы прощались и больше с ним не виделись. Тем временем у меня разыгрывалась группа в Телеграме. Все девочки переживали, где и как. А на выходе уже стоял мой курт. И, о боже, про рост он мне приврал. Хотя я нормально отношусь, когда мужчина ниже. Я сама очень высокая, но лучше все-таки конкретно уточнять, если это для девушки принципиально важно. О, как я переживала. Мне было очень страшно. Мы бы обнялись, сели в машину, поехали в отель. Прилет был поздний. Отель был очень хороший. Это Хилтон Бамонти. Мы ушли спать по номерам. Он заказал мне ужин в номер. Кстати, отель тоже он оплачивал. Забегу наперед. Я вообще не открывала свой кошелек. Утром мы позавтракали, поехали на шопинг. Он сам предложил купить мне много вещей. Причем я не просила, старался угодить. Поэтому я решила, что ему понравилось. Не буду говорить, что купили, так как для этого... Для кого-то это очень дорого, а для кого-то очень дешево. Для меня было окей и очень приятно. Но, к сожалению, в этот день случилась трагедия. Это был ноябрь 22-го года. И в Стамуле прогремел взрыв. Вы понимаете, было уже не до развлечений. Мы сидели весь вечер в новостях. Я сильно испугалась. Но, в общем, мир жестоко не идеален. Следующих два дня мы гуляли в историческом центре, ходили в ресторанчики, чаевничали, много болтали, гладили котиков и так далее. Но купили много сладостей домой. Это был прекрасный отпуск, несмотря на трагедию. Последний вечер мы провели вместе в одном номере. В аэропорту мы долго прощались. Он спросил, есть ли у меня деньги. Я сказала, что есть. Это уже потом в кошельке я обнаружила сумму. Тоже не буду озвучивать, как он. Просто сам положил их туда. Он стоял до последнего, пока я не исчезла уже на контроле. Я потом даже расплакалась. У меня появилось чувство закончившейся сказки. То, что я его больше никогда не увижу. Он больше не напишет, хотя и давала себе слово, что это просто отпуск у приятной компании. Но он не пропал. Общение продолжилось. И даже стало как-то теплее, что ли. Но мы ничего друг другу не обещали. Я не хочу спешить. Я только выдохнула. Дома, когда я открыла чемодан, а он ее упаковывал, у меня не получалось, не помещалось все. Я обнаружила, что он из дома привез орехи какие-то, чаи. Все это мне упаковал. Даже что меня умилило. Положил свои янтарные четки. Я не знаю, что это значит. Думаю просто на память о себе. И вот наше общение длится дальше. Мы каждый день переписываемся немножко, но практически каждый день. Созваниваемся по видео. Раз в неделю зовет, еще встретится. Но я пока думаю, так как я не уверена в своих чувствах, может и стоит еще раз встретиться. Первый раз мы стеснялись друг друга. Но так как мы ничего друг другу не обещали, ни о чем не договаривались, я не могу быть уверена, общается он с кем-то еще, кроме меня. Я решила не фокусироваться только на нем. В новогоднюю ночь я сидела с семьей, нас традиционно бомбили. Мы взяли шампанское и пошли в метро. Я тоже от скуки открыла все мессенджеры, поотвечать, пока время есть. Всем с новым годом писала. И увидела сообщение от незнакомца. Это был тот мужчина из аэропорта. Он нашел меня по геолокации на фото из Стамбула и решил написать. На следующий день мы встретились выпить кофе. Как оказалось, он не араб, а итальянец. Но знает арабский, так как работал в Дубае. И там до сих пор работает. То есть фирма Италия, Украина, Китай, УАЭ сейчас живет и работает в Киеве на данный момент. У нас такой букетно-дружественный период. Присматриваемся. Но почему я все это пишу? Я каждое утро просыпаюсь. У меня смс от троих мужчин. Добрым утром. А еще год назад я была загнанной, неуверенной в себе, считавшей, что я никому не нужна. Я уже считала себя старой и непривлекательной. Я хочу, чтобы каждая женщина навсегда забыла эти слова и делала только то, что хорошо для нее. Возможно, мой пример не идеальный. И общение с бывшими двумя иностранцами покажется кому-то аморально. Но если я выберу одного, с кем мы начнем строить отношения, конечно, я скажу об этом и остальным. А еще, знаете, у меня недавно была встреча с девочками-одноклассницами. И я вышла оттуда с таким тяжелым сердцем. Я увидела в них себя в прошлом. Как мы, женщины, любим сохранять то, чего уже давно нет. А жизнь-то у нас одна. Я слушала истории о их мужьях. Как грустно, когда люди живут вместе и ненавидят друг друга. А оправдание? Я не такая у нас семья. После этого мне захотелось написать вам. А им я так и не смогла сказать, что я закончила свои вторые отношения. Это автоматически приравнивается в их глазах к женщине легкого поведения. Я не стала их травмировать. Для себя я решила жить так, как хочется. Я сменила прическу, записалась в бассейн, нашла подработку, чтобы чувствовать себя увереннее. Завела кошку. Ведь жизнь-то не только мужчина, хотя с ним, конечно, интереснее. И вообще не обращаю внимания на мнение других. Спасибо, что вы слушали. Sorry за сумбур. Хотелось написать покороче и только самое главное. Приношу соболезнования по поводу трагедии. Я знаю, что никакие слова не помогут. Просто те, что мы с вами. Вот такая история. То есть она окончившаяся. Я как психолог что могу сказать? Два момента хочу отметить. Первое. Вы умничка. Молодец, у вас поднялась самооценка. Поэтому вы уже не так зависите от общественного мнения. И плюс ваши одноклассницы только и показывают, что насколько это очень важная проблема у нас вообще в обществе. В принципе, на постсоветском пространстве одобрение. Что скажут, подумают. Давление общественное. Ну, к сожалению, блин, вот так. Но мы на то и другие, новое поколение, чтобы это переживать, исправлять и вести себя уже по-другому, так как нам хочется. А второе я хочу отметить, что для вашей самооценки, что на нее повлияло? Это желание независимости, принятие решений. Три мужчины на подвеске, которые у вас остались, вы, я не скажу, не ставите точку, не закрываете дверь. Вам приятно и поднимают вашу самооценку, вашу значимость в своих глазах. Вот эти смс-ки с добрым утром. Мы просто про бывшего сожителя, когда написали. Он все равно мне прошел год, а продолжает писать доброе утро. Вот у меня утро, у меня трех мужиков смс-ки. Вот смотрите, вот это желание, чтобы быть привлекательной, востребованной, вот, востребованной у противоположного пола, это придает вам уверенности, придает вам силы ставить точку, принимать решения, куда-то двигаться, ехать. В общем, короче говоря, чувствовать себя по-другому, взяла кошку, пошла еще на дополнительную подработку, чувствую себя уверенность денег больше. Это хорошо, но я хочу предупредить, до поры до времени эта история будет работать. Зависимость от вот этого мнения, вот эта любовь принятия несколькими мужчинами, она стимулирует. Здесь мы в плюс идем, да? Но также очень важно, что если вы сфокусируетесь на каком-то одном мужчине, то такое предупреждение, чтобы вы ухо востро держали в будущем. Сфокусировавшись на одном мужчине, вы вступите в отношения, неважно, жить с ним будете, замуж выйдете, просто встречаться вообще, это не самое важное. Вот закрывшись в одних отношениях, вы очень легко попадаете под влияние именно партнера. И если он будет говорить, там, вот так-то надо, то есть у вас вот это ощущение, я знаю, как надо, ощущение, что я решаю, я принимаю решение, он будет на вас влиять очень сильно, этого станет меньше. Вы будете где-то зависеть от его мнения, от партнера, то есть не от окружающих и социума, а от партнера. Поэтому вы тогда в тех отношениях в прошлых с сожителем своим, скажем так, с местным, не с иностранцем, чувствовали себя год назад никому не нужной, старой, невостребованной, потому что он так относился. Вот, это было его влияние. А за этот год вы отдохнули, повидели мир, эмоции новые ощутили, востребованность, желанность другого мужчины, это подняло вам самооценку, и вы сейчас себя по-другому ощущаете. Поэтому, когда вы будете вступать в серьёзные длительные отношения, если вы такой выбор сделаете, вам это захочется, нужно будет, обратите на это внимание, чтобы человек вас не, скажем так, поработил в ваши желания, да, и не стал у вас на первом месте. Держите ухо в острове в этом плане. Вот в этой эйфории можете над это подзабить, скажем так, и потихонечку опять вернуться на то, что было раньше. Это идёт со временем и постепенно, вот я к чему, не сразу. Обращайте на это внимание. Я очень рада, что у вас всё хорошо, что вы довольны своей жизнью, неважно, как мы живём, главное, чтобы мы радовались и мы были довольны. То, что думают окружающие, господи, пусть думают, что хотят. Пишите ваши комментарии под видео, что можете порекомендовать, возможно, ваши истории подобные. Многие выходят с такого, да, повышения своей самооценки какой-то происходит, переоценка различная. Если вам хочется прислать историю для обзора видео, как вот сейчас в формате, пишите. В инфобоксе есть моя почта. Пишите на почту с темой письма. История от анонима. Если вам нужна консультация психологическая, та же почта. Тема письма. Консультация. Подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо за внимание. Всем пока.